привет друзья меня зовут николай и я хотел вам рассказать о таком пансионате как семидворье он находится в олушинском районе и я хотел сюда пройти раньше сюда разрешали ходить заезжать нельзя было ну ходить можно было всем ну сейчас я подошел к воротам охранник говорит что заходить нельзя так что друзья кстати не забывайте подписывайтесь на мой канал и что давайте посмотрим какая здесь ситуация карантин или что только пропусть закрытая территория а раньше хоть открыто было да когда раньше два года назад вода это уже все да а к морю как в районе попасть можно как-нибудь только через соседи они тоже не пускают ну у них вроде пешком так друзья для тех кто любил места под названием семидворья такой пансионат здесь есть видите тут написано карантин и территория здесь закрыта их морю возможности зайти уже нету ну друзья вот такая вот ситуация если кто собрался сюда ехать имейте ввиду что просто так сюда не пройти только по пропуску так друзья то что нас не опустили в семидворье я нашел выход как добраться здесь рядышком к морю но кто любит вот эту именно окрестность конечно придется пройти вы поглядите сколько там машин номеров то здесь все забито наверное здесь даже свободных мест нет увидите сюда там машины оставлено на территорию туда не пускают надо припарковаться вот здесь допустим на парк парковка это тоже от отеля идет этот отель называется морской вот я уже все разведал пешком надо идти ну пошли посмотрим что там так что я уже нашел друзья второе место где в крыму не пускают на море и это семидворья первое санаторий крым не пускают и вот второе место перекрыто там все не пускают я думаю голос охранника вам будет слышен и понятен что я там записал потому что камеру я немного припрятал они не любят когда их снимают так друзья вот по такой дороге естественно если вы здесь я надеюсь какие-то номера телефонов мы найдем для того чтобы вы могли позвонить сюда но это получается как волушкинском районе это место и здесь рядом с семидворьем сейчас мы пройдемся к морю идти конечно так как я не люблю хоть прилично шикарные виды на море конечно если вы не гость этого отеля морской то естественно наверх идти далековато будет по этой дороге особенно если такая жарище как сегодня ладно я вам покажу как вниз спускаться вверх я думаю уже не надо будет показывать потому что это будет тяжелый подъем так друзья вот там в балке уже виднеются корпусы вот этого семидворья которая закрыта вообще если честно мне кажется можно пробраться здесь через кусты но она того не стоит мы уже почти пришли к морю почти друзья тут кое-где вот такие вывески посторонним вход запрещен это возможно даже частная собственность какая-то это нам сюда не нам надо по дороге дальше видимо здесь никаких сокращенных дорожек нет надо идти по дороге так ну что друзьям мы уже подходим здесь видите свеже насаженные это наверно кипарис и все растут сотрите к там уже виднеется всякие развлечения я вижу я там вижу бассейн теннисный корт еще что-то какая-то театральная сценка наверное но мы сейчас пройдем поближе и все мы там увидим здесь конечно это место наверно скорее хорошо приехать и спокойно отдохнуть семьей море есть удобство есть все присутствует так друзья номеров никаких телефонов здесь нету вон отель морской если что получается при входе наверно там все можно будет и разузнать тут еще помимо отеля морской здесь еще есть и другие я даже это читать не буду друзья сами читайте апарт-отель тут засажена красивым белым и розовым олеандром лавровишня растет вот здесь смотрите друзья территория довольно таки ухоженная и красивая здесь такие менее зеленые зоны есть такие сделаны павлинчики прямо под кустами олеандра вот такие номера с видами на море здесь еще присутствуют друзья вот такие зеленые зоны с насажены олеандры обалденно олеандр выглядит вот такие велосипеды клумбы всякие есть статуэтки это ночью светится в другом фонарь и очень будет красиво смотрится друзья здесь место такое для отдыха очень интересно как друзья здесь уже спустился вниз и получается территория уложена плиточкой цветут цветы красота друзья сутрица какая красота территория очень ухоженная там еще присутствуют все различные номера а это задний вход наверное от столовой ну нам надо сейчас друзья пройти к морю и посмотреть что там как вы видите друзья туристы здесь есть так друзья для гостей этих гостиниц местного вот этого комплекса гостиничного есть естественно на территории парковки то есть вам если здесь брать какой-то себе номерок для отдыха вам не придется ходить пешком вверх не сможем на своей машинке проехаться я то сейчас иду вниз я как подумаю сколько мне телепать наверх ой 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 далековато наверх и конечно до машины вот мы уже пришли на местную набережную здесь номеров уйма друзья с очень красивыми газонами вечером тут светятся фонари я думаю здесь вечером очень даже симпатично давайте-ка посмотрим что у нас здесь на пляже встретились такие клумбочки с олеандром сделано в мозаичной плиточки люди не очень много возможно из-за того что сейчас очень сильная жара все попрятались в номерах так здесь присутствуют всякие охладительные напитки мороженка сладости арбузики фруктики виноград 350 помидоры 200 мороженое неизвестно почем но помидоры 200 обалдеть можно но друзья видимо здесь цены очень интересные здесь конечно же присутствуют варечки со всякими сувенирчиками игрушечками отчетками по друзья что я вам и говорил если такая площадочка как летний наверное кинотеатр какой-то объявлений никаких нету наверно здесь ничего не происходит а теперь посмотрим само море здесь вот такие вот камни вот там уже пляжи семидворья сейчас пойдем посмотрим пляжа можно зайти или нет но что там делать давайте лучше пойдем раз туда не пускают то пойдемте здесь по территории лучше погуляем вот такие вот места как бы затененные сарочками плитучкой вот тут присутствует кафе ресторан лимон там магазинчик с мороженым вот тут все различные есть кафе где можно посидеть покушать пшикается водичка чтобы было не так жарко а территория довольно таки красивая друзья все тут ухожено все тут в цветочках розочки все как полагается так друзья здесь есть номера вот с такими вот беседками о первый номер номер телефона одного из номеров здесь получается здесь такие вот беседочки из винограда и можно сидеть балдеть в тенечке так друзья вот еще номерок и вот такие вот виды получаются у вас будут с балкона так расписание автобуса парковка пятый этаж сюда видимо ходит какой-то автобус это мы еще выясним друзья я выяснил что это за маршрутка это маршрутка для гостей этого отеля им выдается специальная карточка по которой эта маршрутка их наверх возит то есть чужих людей если вы здесь не посетите возить не будет так друзья набережная эллада то есть вы сами прекрасно видите насколько здесь симпатичненько и и и и и и друзья здесь уже открываются вот такие виды здесь сидеть в этом кафе вот такие виды на море отсюда видно медведь гору кастель на камеру понятное дело не видно но вот так вот если сидишь взглядом видно очень хорошо это совсем недалеко уже от а уж ты ну что а теперь полистаем меню посмотрим какие здесь цены что здесь предлагают покушать это практически последнее кафе на этой набережной я прошел почти до конца и решил зайти в это кафе потому что такая жара я решил купить чего-нибудь охладительного себе ну и заодно посмотрим меню почем здесь вообще покушать можно и и и и и друзья здесь еще на территории есть вот такой маленький фонтанчик как бы бассейн может быть это даже бассейн не просто фонтанчик можно покупаться наверно ну никто не купается пока месть так наверху тренажерный зал с видами на море друзья вот мы вышли на пляж и сейчас это душ вот присутствует кстати здесь души присутствует и теперь мы посмотрим как выглядит море вот такого пирсика конечно здесь каменистая такой одно с камнями большими ну сам пляж с галечки в море большие камни конечно присутствует вода друзья обалденная вы только посмотрите какая водичка нырять естественно с пирса нежелательно потому что большие камни и может быть всякая ситуация но тут на пирс есть вот такие вот поручни чтобы выбраться а вот это кафе кстати которая с видами на море вот так вот выглядит вот эта вся набережная здесь очень шикарно домики все сделаны аккуратненькие с балкончиками и с хорошими видами можно себе выбрать номер для отдыха место не очень много людей ну естественно он там бананчик стоит покататься катамаранчики тут присутствуют здесь все развлечения как и везде пляжные развлечения водичка кипяток конечно волны судя немного ну ничего страшного здесь я выбрал такое местечко здесь как бы сделаны такие спута пирсики естественно здесь лучше не нырять потому что в воде вот такие каменюки потихонечку заходить вода в воде вот такие каменные в воде вот так вот здесь все выглядит да здесь видите я пришел по наваленному какому-то пирсу из будто но конечно все в камнях друзья кто-то такие каменюки здоровые там на дне и это конечно же неудобство для купания ну что друзья я уже до половины подъема поднялся подъем не очень сложный это просто кажется что очень сложный ну а так довольно таки нормально надеюсь вам это место понравилось вы не забывайте ставьте лайки пишите ваши комментарии по этому месту и делитесь видео с друзьями вам всем огромное спасибо за просмотр и до новых встреч в новых видео всем пока друзья